здравствуйте мои уважаемые зрители с вами я опять Гурам Гарсанов прогулки по Осетии продолжаем гулять извините сейчас поднимался по горке и легкая дышка нахожусь в прекрасном месте вот за моей лысиной видите лисайкоп уж часто я его вспоминаю в своих видео потому что одно из моих самых любимых мест Вижной Осетии на вершине этой горы находится крепость с часовней сейчас я снимаю с окрестностей деревни Ожура Ожура это между Жагина и Терегвана и Уахтаной на трассу его не видно надо заехать глубь и такое нетронутой цивилизации спокойное маленькое уютное село к сожалению сейчас он уже мало жителей осталось вот сейчас повернемся в сторону с этого села но пока объясню туда уходит вглубь Сывальджан вот там находился Гадиджан это эти села начали пустить еще в 50-60 годах а то и раньше двадцатого века здесь лисайкоп там тоже с той стороны был было село но они переселились вниз сейчас я вам тоже покажу их ниже если здесь вглубь уйти в ущелье недалеко отсюда на берегу метров 500 там есть развалины тоже древнего храма именно храма большой храм в советское время его разрушили к сожалению и от него остался только фундамент и части стен росписи сейчас я нахожусь над ожора возле кладбища сельского не скажу что я обожаю кладбище просто они как-то на возвышенности находится отсюда бывает хороший обзор сейчас я дойду до часовеньки часовня кстати божьей матери рождества божьей матери она именно часовенька вот здесь под вековыми дубами вот здесь же находилась находился школа это была сельская школа вот эти развалины сзади здесь когда-то в 50-х послевоенных годах и до военных кстати это до войны имеется ввиду конец 30-х годов начало сороковых работал мой дедушка учителем начальных классах вот вот смотрите у входа вроде бы часовника баба маленькая а смотрите какие камни эти кресты это надгробие хотя может быть даже не надгробие а может быть частица церквушки которая отвалилась скорее всего наверно так уж слишком он площадь для надгробия камень местный легко обрабатываемый мы его называем здесь айдур сейчас зайдем внутрь и покажу вам слабое место таких часов и недоестественно крыша которая обваливалась здесь росписи не сохранились но чувствуется вот эта штукатурка или как она называлась чем мазали стены известию наверное все таки ведь вот на такой наносили уже потом росписи маленький алтарь голосницы видите вот эти маленькие от кувшина это голосницы чтобы было эхо чтобы хороший акустика совсем маленькая я думаю что служила чисто для отпевания скорее всего вот этого же сейчас я вам покажу самым силу вот там внизу расположились ну это не все село потому что дома еще уходят в ту сторону я здесь бывал летом когда бомбе мальчиком распускаюсь часто потому что мое село вахтана находится рядом как рядом километра полторы два вот теперь уже в ту сторону смотрите обзор вот внизу за речкой первое село это называется лиса то есть жители вот этого селения лиса которые возле жили они переселились туда и там образовалась село лиса ниже лиса уже населяется жаги на вот там сейчас к сожалению не видно вот жагинские крепости отсюда видны я про те крепости тоже снял видео но к сожалению они так и не дошли до эфира но попробую заново снять для вас красивые места здесь нету каких-то суровых гор сами видите такие лесистые горы холмы и уютное такое место кстати практически в каждом селе находилось такое место и здесь я его тоже нашел сам буквально только что если камера сможет передать видите вот такой круг не чувствуется да вот такой по кратости идет и вот круг и сразу чувствуется что здесь дует ветер постоянно постински это называлось муж когда собирали они свое зерно жатву вот сюда не приходили в общем здесь расстилали все это зерно кукуруза и запрягали волов ермом и водили по кругу я не помню по часовому не против часова в общем и они копытами в общем придавливали и зерна освобождались от щелухи своей а ветер же дует и вот это все сдувало оставалось оставался чистые чистое зерно которое можно было еще так почистить от мелкого мусора и все готово вас наверно может смущать а почему трава нет раньше здесь это были как правило если копнуть ниже недолго чуть-чуть я уверен что мы там найдем кабель каменные плиты в общем селение ожора туда вахтана я джинс его джин хорока у ух каких-то там только сел не было к сожалению это все давно запущено но села которые внизу они еще существуют живут и дай бог чтобы дальше тоже были потому что это душа осетии душа народа на ни одним цикл валом будет республика сильно а если еще и села будут процветать ожора селение ожора всем удачи добра и позитива лето на носу месяц остался 29 апреля 2017 года гурам карсанов от души душевно в душу для вас смотрите мой канал подписывайтесь и знакомьтесь гуляйте по осетии вместе со мной с гурамом карсановым пока